Доброго дня всем уважаемые зрители! В эфире программа «Есть что сказать». Даже если вы никогда не были на Святой Земле, но вам знакомы библейские и богослужебные тексты, название Сион напомнит вам город Давидов, гору святую, царственный город Божий. Если же говорить понятиями историко-географическими, гора Сион – это юго-западный холм в Иерусалиме, на котором стояла городская крепость. И совершенно закономерно, что до сих пор в Старом Иерусалиме существуют Сионские ворота. Мы продолжаем цикл программ, в которых экскурсовод паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви знакомит нас с историей ворот Старого Иерусалима. Анна, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, все ли из того, что я сказала, соответствует действительности? Потому что одно дело – знание, почерпнутое из интернета, а другое дело – знание человека опытного и изучавшего предмет более глубоко. Здравствуйте, Светлана! Ну, здесь даже дело не в каких-то особых знаниях, которых у меня и нет, кстати. Дело просто в том, что я живу в Иерусалиме, а каждый иерусалимец, живущий здесь постоянно, он, конечно же, знает, что Сионские ворота, которые мы называем сегодня Сионскими, на самом деле не имеют отношения к местоположению историческому того Сиона, о котором писал царь Давид. Однако отношения духовные, богословские, скажем так, они, конечно же, имеют. Ну, начнём, как всегда, сначала, да, разберёмся постепенно. Это вопрос непростой и, на самом деле, очень интересный. Действительно, царь Давид использует слово Сион совершенно в особом смысле, в смысле духовном. Однако Сион – это историческое место, вернее, это историческая цитадель, башня, которая была основным таким вот как укреплением города, который царь Давид взял штурмом. Это был город Иевус, в котором жили иевусеи. И царь Давид, взяв этот город штурмом, он превратил его в Иерусалим и начал свою столицу с этого города строить. И Иерусалим стал, естественно, расширять и так далее. Так вот, эта крепость Сион, она действительно существовала, эта цитадель. И с ней связана масса очень интересных историй. Но, к сожалению, наш эфир не позволит мне рассказать их полностью. Однако эта крепость, действительно, её падение было связано с определённой волей Божией, потому что было сделано языческое заклятие на эту крепость. В ней находились хромые и слепые. И, как они сказали Давиду, когда он подошёл к стенам, «Ты не войдёшь в наш город, потому что хромые и слепые не пустят тебя». Однако Бог вразумил Давида, как взять эту крепость. И действительно, когда цитадель Сион была взята, и слепые хромые были убиты, город оказался обыкновенным городом, который царь Давид смог взять штурмом, и уже демонические силы его не защищали. И таким образом, действительно, Господь предал его в руки Давида. Господь действительно предал этот город в руки Давида. И что интересно, что это место, град Давидов, находится вообще не в черте современного старого города. Град Давидов находился в Кедронском потоке с южной стороны современного старого города. Таким образом, во времена Христа Иерусалим, как я уже много раз повторяла, был намного больше, чем современный старый город, и разделялся на город Нижний, то есть, собственно, град Давидов, исторический Древний Иерусалим, и город Верхний, то есть новые районы, которые были построены за 200-300 лет до Рождества Христова, и во времена Христа продолжалось строительство. Таким образом, это были районы вокруг храма, и чем ближе к храму, тем были, естественно, дороже дома. Ну это понятно. И вот то, что мы сегодня называем горой Сион, во времена Господа Спасителя, было частью Верхнего города. Там располагался дом первосвященника Анны и дом апостола Иоанна Богослова. А также там находилось то самое место, та самая синагога древняя, в которой собирались апостолы после воскресения Христова. Эта синагога стала первохристианской синагогой. Уже другие евреи не ходили туда молиться и не собирались там, потому что знали, что там собирается община апостольская. И таким образом, именно в этой синагоге произойдёт сошествие Духа Святаго на апостолов. И вот всё то, о чём говорил царь Давид, все пророчества о том, что Господь любит Сион больше всех селений Израиля, Иакова, о том, что Господь хранит Сион, что соберутся все народы на Сионе и так далее, все эти пророчества, мы видим, имели очень глубокий смысл. Они подразумевали не что иное, прообразовывали не что иное, как соединение человека с Богом, народа Божьего с Богом. И, естественно, здесь не имелся в виду только народ израильский, как этническая группа. Мы все являемся Израилем, да, мы все народ Божий, вот тот самый, о котором писал царь Давид. То есть все, кто приняли Христа, спасители, будут соединены с Богом уже неразрывно посредством Духа Святаго, да, потому что Дух Святой именно через таинство церковное и через наше личное общение с Богом, Он соединяет нас с Богом. Без Духа Святого ни наше общение с Богом невозможно, ни Богопознание невозможно, ни таинство невозможно, без действия Духа Святого. Об этом пишут отцы святые. Поэтому мы называем схождение Духа Святого днём рождения нашей Церкви. С этого начинается всё. Таким образом, все пророчества Давида исполнились, все его пророчества о Сионе, исполнились вот в этой части верхнего города, где была синагога, в которой были собраны апостолы на 50-й день после воскресения и где Дух Святой сошёл на них. Поэтому в IV веке византийцы, наши христиане, греки, назвали это место «Не-Сион», «Новый Сион», именно для того, чтобы подчеркнуть, что пророчества Давида исполнились в этой точке. Сион же царя Давида — это понятие, прежде всего, историческая цитадель, о чём мы говорили, это понятие духовное, пророческое, и, наконец, Сионом он нередко называет и храмовую гору. Таким образом, Сионские ворота, которые мы имеем сегодня, получили своё название уже после воскресения Христова, после сошествия Духа Святого на апостолов, то есть во времена Византийской империи, то есть намного позже, где-то в IV-V веке. Нынешние Сионские ворота не стоят на том же месте, где были древние. Дело всё в том, что крестоносцы, как я рассказывала, сократили, уменьшили Иерусалим, а стены, нынешние стены Иерусалима, вообще строил султан Сулейман Великолепный. Так вот, во времена крестоносцев нынешняя гора Сион с горницей схождения Духа Святого на апостолов была в черте города. А вот архитекторы султана Сулеймана в XVI веке по какой-то причине нам неведомой этот кусок города выпустили из стен. И Сионские ворота получились таким образом на другом месте. И теперь, чтобы попасть к месту сошествия Духа Святого на апостолов, мы выходим из Иерусалима сионскими воротами и по этому холму идём уже за стенами. Но, как говорит предание, архитектор был за это обезглавлен, потому что султан очень разгневался, что город оказался ещё меньше. Таким образом, нынешние сионские ворота XVI века ведут нас к месту схождения Духа Святого на апостолов и к месту успения Божьей Матери, потому что там же находится и храм, католический храм, немецкий, очень красивый, хотя он начал XX века, но очень красивая и величественная базилика на месте дома апостола Иоанна Богослова, то есть на месте успения Матери Божией. Сионские ворота также используются очень широко иудеями, которые идут к стене плача. То есть тоже у этих ворот мусульман можно видеть редко. В основном это иудеи, также православные паломники и христианские паломники вообще в целом, и также армяне, потому что сионские ворота ведут нас в армянский квартал. Сам армянский квартал существует с XII века, с времени правления Иерусалимом крестоносцами, европейскими рыцарями. Однако сами армяне, как народ, живут в Иерусалиме, конечно, намного дольше, примерно с III-IV века. Они уже жили в Иерусалиме и строили здесь свои и храмы, и монастыри. Армяне, как мы знаем, с вами относятся к монофизитской ереси, хотя сами они себя считают православными, но у нас канонического общения с ними нет, поскольку они, как мы знаем, монофизиты и не приняли IV Собор Вселенский. Соответственно, мы не общаемся с ними в смысле евхаристически. Ну а по-человечески, конечно, почему общение есть, и они очень, надо сказать, набожные. У них большая семинария духовная в армянском квартале, намного больше по численности, чем наша православная. И вот армянский квартал, таким образом, как раз прилегает к Сионским воротам. Ну и естественно, что современные армяне, живущие там, они чаще всего арабоговорящие, то есть уже сочетавшиеся браком с арабками, арабами, да, и нередко даже язык армянский уже не знают. Но многие и знают, да, в общем-то, есть у них культура, есть свой храм у них армянский, там в армянском квартале, который носит имя апостола Иакова Зеведеева. Кроме того, если мы выйдем с Сионскими воротами на улицу, наружу, да, и вот пойдем в сторону храма Успения Матери Божией католического, мы также можем попасть на наш православный Сион, где находится Иерусалимское православное семинарие для мальчиков, и можем попасть в очень интересное место, на территории семинарии есть древняя катакомбная церковь, где молились первые христиане. Открывается она только в основном раз в год, на День Святого Духа. День Святого Духа — это особый праздник для современной горы Сион, для сионских ворот. Бывает торжественная служба в семинарии и дивный совершенно крестный ход, где коленопреклоненные молитвы читаются одна в самом семинарском храме, одна вот в этом катакомбном храме, где молились первые христиане, и одна в самой горнице, где Дух Святой сошел на апостолов. Анна, если можно, у меня вопрос. Это всё-таки та же самая горница или это место, на котором она стояла? И это какое-то уже другое здание, но на этом месте? Вы знаете, это и так, и не так. Дело в том, что синагога никогда не разрушалась. Об этом пишет и Евсевий Кисарийский, другие паломники, историки церковные. Она не разрушалась, но очень много раз перестраивалась. Поэтому в нынешнем варианте это другое здание, в котором есть одна стена, та самая. Я обычно паломникам её показываю. Там даже видна просто римская кладка, действительно, первого и второго века. Также там есть колонны и своды от крестоносцев и наружная отделка уже мусульманской, 16-18 века и так далее. Здание переходило много раз из рук в руки. Ещё эту горницу называют горницей Тайной Вечери. Но здесь вот наша церковь Иерусалимская, всё-таки мы основываемся на нашем местном предании церковном и на традициях церковных, которым уже 2000 лет на Святой Земле, почитает это место более как место сошествия Духа Святого на апостолов. Потому что место горницы Тайной Вечери точно неизвестно. Мне приходилось читать серьёзные археологические труды некоторых католических исследователей, они тоже склоняются к тому, что, возможно, человек, у которого совершалось Тайное Вечери в доме, жил поблизости или, может быть, даже над синагогой, но это очень вряд ли так обычно всё-таки не делали, или всё-таки это было в другой части города. Однако традиция такая народная и западная, и нередко русская. Многие гиды говорят, здесь было и Тайное Вечери, и сошествие Святого Духа. Потому что людям хочется вспомнить Тайную Вечерю и хочется иметь место, где это было. Но, однако, если говорить честно, то Дух Святой, да, сошёл там. Об этом есть очень крепкие свидетельства и исторические, и археологические. А вот насчёт горницы Тайной Вечери есть варианты, вопрос как бы открытый. Анна, огромное-огромное спасибо. Ну и про Тайную Вечерю хочется сказать, что быть участниками Тайной Вечери в буквальном смысле слова мы можем всякий раз, когда в храме совершается божественная литургия. Вот об этом, наверное, тоже очень важно помнить и не искать, может быть, какие-то неподтверждённые, хотя и милые нашему сердцу, сведения. Спасибо вам огромное, и я надеюсь, что наши путешествия по воротам старого города продолжатся. Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.